Новое видео выходит каждый день в 20.00 Вертеич. Разоблачение. Разоблачение. Вертеич. Вы знаете, вот эти вот два слова, или две имени, не болеть, две названия какого-то предмета и так далее, они практически не сочетаются между собой, потому что Вертеич, он создал себе такой образ, такого, знаете ли, добренького, классного человечка, который говорит таким, знаете, очень высоким голосом для того, чтобы максимально быть близко к своей целевой аудитории и так далее. И вот тут, вы знаете, выходит у него разоблачение. И вот вы знаете, я не буду вставлять сюда кадры и его разоблачивать, потому что мне тупо лень. Я просто поговорю касательно того, что он там говорил и почему я ему абсолютно не верю, но также почему я не верю и тому человеку, который разоблачал Вертеича, на которого Вертеич изначально сделал ответку. Так вот, выходит у Вертеича видеоролик «Меня разоблачили». Причем выходит данный видеоролик в тот же день, в который я выпускаю свою пародию. Я уж думаю, блять, неужели Вертеич сделал на меня какую-то реакцию, блять, пародию, я не знаю, разоблачил меня в ответ, возможно, вполне, возможно, блять. Однако, я огорчился. Я захожу на ролик, он такой типа начинает с того, что, вы знаете, разоблачения, они делаются для привлечения к себе внимания. Ну, большинство разоблачений, тут я не могу не согласиться, большинство разоблачений, тем более с тем, как они сделаны, они вот созданы исключительно только для привлечения внимания к себе. И данный человек, по всей видимости, делал точно так же, потому что я не смог посмотреть его видеоролики, мне было достаточно сложно. Если бы он, блять, картавил, шепелявил и так далее, я бы смог посмотреть данный видеоролик. Хотя бы, чтобы у него звук был, блять, нормальный, я просто не могу. Понимаете? Похуй. Картавишь ты, шепелявишь и так далее. Если ты хочешь донести правду, ты прям горишь, в тебе вот эти вот, знаете, все эмоции в тебе полыхают, ты не можешь сдерживаться, ты, блять, прям скажешь всё, ты сделаешь всё так, чтобы было охуительно. Именно поэтому, когда я делаю ролики про каких-то GTA-самп-ютуберов, там, типа, никому не нужно и так далее, там подобное, я даже, блять, информацию чаще всего не проверяю, потому что это абсолютно бездарные чуваки, которые, даже если ответят, их ответки на вот это вот бездарное, блять, разоблачение, как они это называют, хотя это, по сути, таковым не является, будет абсолютно бездарнейшим. И вот тогда я смогу их, блять, уже конкретно начать разъёбывать. Потому что в ответках GTA-самп-ютуберы, вот они познаются вот всей своей, вот этой, вы знаете, неумолимой силой, когда они упрашивают своих вот этих вот цепных псов, своих вот этих вот, знаете ли, подписчиков, уже решить все проблемы за них, наставить дизлайков, написать негативных комментариев и так далее. И вы знаете, Вертеич использовал достаточно много приёмов махинации в своём вот этом видеоролике. И вы знаете, приёмы махинации, пропаганды и так далее, они были свойственны Йозефу Гебельсу, блять, но уж никак не Никите Вертеичу. Я сомневаюсь, что это его настоящая фамилия, однако Никите Вертеичу. И вы знаете, вот прям искажение большинства фактов. То есть он что-то говорит, ему, по идее, нужно это пруфануть, он этого не делает. Он просто вот как бы разговаривает, он просто ведёт монолог, можно так сказать, на протяжении всего ролика, изредка вставляя прям какие-то, ну, откровенно слабые места вот этого самого разоблачителя. Как оказалось, слабые места у данного разоблачителя, это абсолютно всё. Хоть он и предоставляет какие-то пруфы и так далее, пруфы это не всегда является каким-то, блять, молниеносным поводом разоблачить и так далее. Приведу, блять, пиздец заговорю. Можно научиться говорить, пожалуйста? Приведу пример. Слава КПСС, там, и вот это вот Оксимирон. Блять, Слава КПСС какие-то пруфы приводил, блять, или что? Однако Оксимирону он так или иначе разъебал просто своим ораторским мастерством. И вы знаете, я уж было подумал, что Вертеич, Вертеичу не угоден данный видеоролик по каким-то таким, знаете, особым причинам, мол, там затрагивается какая-то вот его личностная, я не знаю, характеристика, вот эта вот настоящая его личность затрагивается вот во всех этих разоблачающих видеороликах. И поэтому Вертеич сделал ответку. То есть, по идее, если бы Вертеич, там же на самом деле доху еще видеороликов на Вертеича, почему он не ответил тому же Серку Сорокину, который делал большинство видеороликов на него, почему он ответил именно вот этому чуваку? Блять, вот для меня это остается прям вот, ну, большой загадкой, большой тайной для меня это, блять, становится, потому что, ну, это реально какой-то полнейший пиздец. То есть, загадка прям, почему он не ответил Серку Сорокину, почему он ответил этому чуваку? Наверное, потому что этот чувак нес какую-то полнейшую хуйню Ему можно было разъебать Или Вертеич подумал, что его можно разъебать Я вот, знаете, я смотрю видеоролик Вертеича И вот все больше и больше Хотел заступиться за вот этого вот человека Которого Вертеич Вот так вот, на которого Вертеич Натравил своих вот этих вот всех цепных псов И так далее Однако, однако Я перешел на канал данного человека И это просто пиздец Я не смог посмотреть данный видеоролик, каюсь Я не смог посмотреть То есть я смотрел много всякого разнообразного дерьма Но тут, сука, какой-то пердящий микрофон, блядь Он говорит так, знаете, как будто бы Очень вот так вот далеко Я не знаю, как вы сейчас на меня слышите Наверное, хуёво, но вот именно так он и говорил, наверное, блядь Я, то есть, я такой смотрю Нихуя не понимаю, чё вообще, блядь, происходит такое Блядь, какой-то пердящий, гудящий, блядь Ну, конечно, не совсем пердящий, гудящий Просто, блядь, неприятно его слушать В голосе, блядь, нету каких-то интонаций И так далее Блядь, просто нету нихуя И создаётся такое ощущение, что он даже это как-то вот Не по сценарию делал Все разоблачающие ролики, они так или иначе должны Делаться по сценарию Потому что иначе ты просто собьёшься с хронологией событий Обычно какие-то разговорные видеоролики Они обязательно должны делаться без сценария Дабы ты мог прям полностью показать Своё, знаете, такое ораторское мастерство Но в данном случае это просто Какой-то пиздец То есть я смотрел, я вот так вот охуевал От того, что там происходит и подумал Блядь, мне похуй Разбирайтесь сами в данном случае Я ни за кого не захотел заступаться в данном случае Потому что, мне кажется, и Вертеич неправ И вот этот чел В каком-то, блядь, своём роде неправ Как говорил Вертеич Данный человек занимал деньги у ютуберов По GTA Sample и делал на них, блядь, разоблачение Забавно Забавно проверить этот факт Я никак не смог Потому что человек предоставлял пруфы А как мы знаем, пруфы в нашем мире Это абсолютно всё, что только, блядь, вот Возможно То есть пруфануть можно абсолютно всё Там и как мамку Вертеич, так сказать Жарили во всех местах И там мамку, да Да, в общем, мамку любого GTA Sample Ютубера Можно пруфануть Как жарили, так или иначе Вот И, вы знаете В данном конфликте В данном разоблачении В данной ситуации Я ни за кого Абсолютно То есть видно, что вот этот Банетта, блядь, или как его Я не запоминал ни к ней Мне похуй Потому что это, блядь, не разоблачение Я просто с вами Делюсь потоком мыслей Своей головы Я вот так вот смотрел Думал, ну, бля Ну, по-моему, он что-то пытается там Разоблачать Что-то пытается доказать Опровергнуть и так далее Но, слушайте, его просто невозможно Я, блядь, не знаю Однако Я и не за Вертеича Потому что Вертеич, как бы Говорил достаточно много слов И большинство из этих слов Он просто не мог пруфануть Почему? Непонятно Возможно, Вертеич По данным видеороликам Напишет, почему он этого, блядь, не сделал Потому что видно, что он Прямо хотел разъебать И вот в каких-то вот Прямо вот в самых слабых местах Он вставлял его видеоролики Вот Исключительно вот в самых слабых местах Вот этого вот Разоблачителя А вот какие-то, видимо, сильные стороны Вот его разоблачения Он побоялся вставлять Видимо, он подумал, что аудитория Все-таки может одуматься Хотя Вы знаете, у Вертеича такая аудитория Что ей даже, блядь Вот все Выдай, вот как оно есть Вот все пруфы Совсем, блядь, там Спруфлинг.орг И так далее Они все равно будут стоять на своем В общем, ладно Я думаю, что я В данном конфликте Сказал даже больше, чем мог Посмотрим, как дальше Все это будет развиваться И так далее Я уверен, что Джеймс Банетта Потом на меня что-то подобное выпустит А я не смогу ему ответить Потому что просто очень сложно Слушать его видеоролики Возможно, я сейчас выгляжу Как Ярослав Брулев Однако В данном случае Я никого не защищаю У меня просто похуй Антихайп Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова